Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, меня зовут Владимир. В этом выпуске самых интересных новостей науки прошедшей недели. Биологическая переработка пластиковых отходов, запуск охотника за экзопланетами, клеточное кино и многое другое. За дополнительными событиями из мира науки добро пожаловать в наш телеграмм, там все работает. Дорогие зрители, в прошлом выпуске вы посчитали новость про гольфстрим и изменение климата самой полноводной, поэтому вот небольшой бонус. Замедление гольфстрима может стать причиной климатических бед в Европе, ведь объем тепла переносимого течения может значительно уменьшиться. Считается, что малоледниковый период 14-19 веков, стартовавший в Европе суровых зим, дождливых лет, гибели урожая и массового голода в 14 веке, был вызван замедлением гольфстрима около 1300 года. Одной из причин нынешнего замедления гольфстрима называют таяние арктических льдов. Выходит, что глобальное потепление вызывает локальное замерзание, но как? Гольфстрим образуется во время перелива избытка воды из теплого мексиканского залива в Атлантику. Он многим обязан силе кориолиса и взаимодействуя в вод разной степени солености. Таяние ледников значительно опресняет воду в северном полушарии и меняет ее свойства, а конкретно уменьшает плотность. А это ведет к тому, что воды гольфстрима начинают уходить на глубину раньше прежнего и теплые потоки не успевают достичь Европы. Перед малым ледниковым периодом мы имели средневековый климатический оптимум с повышенной температурой. Сейчас мы имеем антропологическое глобальное потепление, а гольфстрим опять замедляется. Просто факты. В 2017 году ученые подсчитали, что за всю историю человечество произвело 8 миллиардов тонн пластиковых изделий, и из них две трети уже отправились на свалку. А большую часть пластика, между прочим, не берет ни один микроб. Поэтому мы заслуженно получаем горы мусора и мусорные пятна в океане, которые будут сопровождать нас сотни и тысячи лет, пока не поглотят весь мир полностью. Стоп-стоп. Ученые отменяют этот сценарий. Они нашли и улучшили фермент, который перерабатывает пластик. Еще в 2016 году в Японии рядом с пластиковым заводом в почве обнаружили бактерию, которая питалась пластиком – PET, расщепляя его на безобидные составляющие. Ясное дело, за эту аэробную бактерию палочковидной формы взялись основательно. Выделили у нее особый фермент – PETAZO, который отвечал за поедание пластика. Жутко медленно, конечно, но это лучше, чем сжигание. И вот, изучая структуру фермента и воссоздавая ее с помощью сложнейшего оборудования, ученые решили несколько ее изменить, чтобы подтвердить гипотезу эволюции бактерий от некоторых предполагаемых родственников. Ведь откуда-то возникла бактерия, питающаяся материалом, которого не было в природе до 40-х годов. Это изменение должно было уменьшить эффективность фермента, как бы откатить эволюцию назад. Но не тут-то было. Новый фермент заработал на 20% лучше и, кроме того, накинулся не только на PET, но и на другую разновидность пластика. Естественно, ученые уже думают над тем, чтобы внедрить гены, отвечающие за производство PETAZO, в другие, более активные организмы, а заодно и натравить их на всякие PLA, PBS и иже с ними. Но даже без этого производить PETAZO вполне можно промышленным способом, так что хочется верить, что переработка пластиковых отходов не за горами. Есть такие клетки, амелобласты. Они создают зубную эмаль и вероломно исчезают перед прорезыванием зуба. Затем поврежденную эмаль восстанавливать уже некому. Стоматологи советуют следить за эмалью, надраивая зубы зубными пастами, содержащими фториды. Ведь нужно как-то возмещать потерю утраченных минералов. И вот, наконец, ученые протестировали вещество, которое может восстанавливать утерянную эмаль и даже залечивать дырки. Оно основано на пептиде амелогенине. Пептиды – это такие вещества, состоящие из нескольких связанных между собой аминокислот, кирпичиков жизни. А амелогенин в человеческом организме как раз отвечает за развитие зубов и формирование эмали. Поэтому попытки приспособить его к восстановлению утраченной от пищи, кислотности, микроорганизмов и даже скрежета зубовного эмали ведутся уже давно. Новое лекарство, содержащее производное амелогенино, было протестировано на зубах. Оно улавливает ионы фосфатов и кальция и помогает им закрепиться на эмали, тем самым восстанавливая и залечивая ее со скоростью от 10 до 50 микрометров после каждого использования. Причем свежее покрытие весьма близко по структуре к стоковой эмали. Хорошо бы увидеть это средство после доработки в средствах ежедневной гигиены. Как бы лучше намазать и подождать, чем уколоть и посверлить. Кока-комбо новость. Здесь и Илон Маск, и Иоганн Кеплер, и НАСА, и МТИ, и почти 400 миллионов долларов на все про все. 19 апреля в 2 часа ночи по Москве состоялся успешный запуск космического телескопа ТЭС на орбиту Матушки Земли. Он будет искать экзопланеты, причем ученые рассчитывают, что он сможет найти не менее 300 землеподобных. Выводила груз на орбиту с мыса Канаверал ракета Falcon 9 небезызвестной компании SpaceX. Через 2,5 минуты после запуска первая ступень ракеты отделилась и благополучно приземлилась на посадочную площадку в Атлантическом океане. Заданная ТЭСу орбита весьма вытянутая. Ее перегей в 108 тысячах километров от Земли, апогей в 375 тысячах километров. Период обращения почти 14 суток. ТЭС призван заменить ставший уже легенд, подождите, подождите, Дарнем телескоп Кеплер, который открыл 2,5 тысячи экзопланет и работал в диапазоне до 3000 световых лет. Но через несколько месяцев у него кончится топливо. ТЭС будет работать по объектам не далее 300 световых лет. По факту это не один телескоп, а четыре, но работают они в связке, формируя поле зрения в виде вытянутой полосы. За два года астрономы планируют создать карту 85% всей небесной сферы, а вот Кеплер постоянно следил всего за четвертью процента неба. Метод поиска, конечно же, транзитный. При нем измеряется изменение светимости звезды, когда проходящая планета затмевает с собой диск. Так можно определить даже некоторые характеристики планеты, вроде ее размера. Если появится кандидатка на экзопланету, подтверждением ее существования и дальнейшими исследованиями будут заниматься уже наземные телескопы. А заодно и космический телескоп Хеопс, который уже построили, но запустят только в 2019 году. Ну и телескоп Джеймс Уэбб, запуск которого отложили вон до 2020. Ученые хорошенько протерли от всяких разводов окно в клеточный мир. Комбинируя две технологии построения визуальных изображений, они научились разглядывать в 3D доселе невиданные вещи. В 2014 году пионеры по преодолению дифракционного предела разрешения светового микроскопа и заодно по методам флюоресцентной визуализации получили Нобелевку. В феврале, кстати, мы рассказывали о прогрессе в подобных работах. Но у одного из последних передовых методов микроскопии светового листа с дискретным освещением есть проблемы. Образец сканируется тонким плоским пучком света, создавая много двумерных изображений, которые затем компонуются в 3D. Да, метод отлично визуализирует быстрые динамические процессы, но имеет место искажение сигнала из-за неоднородности тканей, что уменьшает разрешение картинки. А еще высокая степень облучения, которая может повредить живому образцу. Новая работа обходит все ограничения и сочетает несколько техник микроскопии. К методу светового листа, то есть доработанной флюоресцентной микроскопии, добавили возможности адаптивной оптики. Грубо говоря, это способ корректировки фокусировки. Ученые засняли просто уйму динамических процессов внутри живых организмов в высоком разрешении. Клеточные органеллы, рост отростков нейронов в формирующемся спинном мозге и даже забеги иммунных клеток во внутреннем ухе эмбриона рыбки Данио Рерио. А вот именно сейчас клетки иммунитета преследуют молекулы сахара. Методы адаптивной оптики применяются, например, в наземных телескопах, но прекрасно адаптируются к нуждам микроскопии. В новой технике искажения на микроскопическом уровне измеряются и корректируются при помощи адаптивного зеркала. А фототоксичность пучка света уменьшается за счет концентрации света на очень тонкой плоскости без залития светом всего объема образца. Конечно, применить эту методику захочет каждый исследователь клеточного мира, но пока что оборудование занимает трехметровый стол и имеет соответствующую стоимость. Хотите почти мимимишную новость? В двух сотнях километрах от Коста-Рики на глубине в 3000 метров ученые случайно обнаружили тусовку из 600 самок осьминога, которые на небольшой территории устроили настоящую ясельную группу. Ученые охотились за гидротермальными источниками на дне Тихого океана и анализировали сотни часов видео уже не первой свежести. И в одном месте в теплых водах источника обнаружили детсад осьминогов неизвестного вида. Самки розовые, размером с обеденную тарелку, с огромными глазами, сбились в группы вплоть до сотни штук. Они плавали, охраняли кладки яиц или просто сидели. Вообще видов осьминогов около 300. Есть глубоководные, есть не очень. Самки ухаживают за яйцами вплоть до вылупления потомства, даже грязь с них стряхивают, буквально не пьют, не едят. Инкубация яиц занимает разное время. Чем глубоководнее осьминог, тем холоднее вода, тем дольше стадия развития яйца. Рекорд составляет почти 4,5 года. Но оказывается, мы о Луне знаем больше, чем о подводном мире. Потому что ученые удивились и глубине находки, и количеству найденных осьминогов, обычно одиночек, и тому, что они расположились в теплой до 12 градусов Цельсия в воде. Ведь глубоководные виды не переносят тепло. От этого у них ускоряется обмен веществ, и требуется больше кислорода, чем может обеспечить глубокая теплая вода. А это смертельно опасно. И в обнаруженных яйцах эмбрионы не развивались. Немного помыслив, ученые предположили, что осьминоги не специально облюбовали смертельно опасные термальные источники. Похоже, большая часть популяции все же отложила яйца в расщелинах, куда теплая вода не попадает. Это заметно на видеозаписях. Но источники коварны, и теплые потоки могут возникнуть внезапно. А осьминоги не могут перенести свою кладку и предпочитают остаться рядом с ней. Возможно, даже умереть. Исследование, конечно, проливает свет на глубинную жизнь. Но вопросов о возможных миллионах таких биоцинозов, популяций, неожиданных открытий – просто океан. Кто самые лучшие программисты в мире? Китайцы? Индийцы? Гугловцы? Этого мы не знаем, но наши студенты взяли две из четырех золотых медалей на Международной студенческой олимпиаде по программированию в Пекине. 140 команд. Лучшие из 60 тысяч студентов со всего мира. Целые недели соревнований и первое место – команде из МГУ. 9 задач из 11 в финале. Второе место и еще одно золото – команде из МФТИ. 8 задач. Среди призеров также Уральский федеральный университет с бронзой. Кстати, прежде шесть раз подряд победителями были студенты ИТМО, которые на этот раз получили только бронзу. Еще два золота отправились в университеты Пекина и Токио. Кстати, за пределы США эта олимпиада вышла только в 1999 году. Есть порох в пороховницах. И хотелось бы, чтобы эти достижения и этот потенциал нашли применение в развитии российских программных продуктов. Спасибо вам за просмотр. Напишите, какая новость показалась вам наиболее интересной. Если вам понравился этот выпуск, то вы можете поставить ему лайк и поделиться им со своими друзьями. Подпишитесь на Кверти здесь, на YouTube, в Instagram и Telegram. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok